Конечно. Вообще, я вам должен сказать, что женщины для меня, я смотрю снизу вверх, они для меня это святое, это богини. Это люди, которых природа наделила таким тактом, такой тонкостью души, наделила состраданием, наделила добротой. Понимаете, вот это особо устроенные какие-то организмы. Поэтому женщины, которые шли на фронт, а я учился на одном курсе с Юлей Другиной, которая воевала, которой принадлежат вот эти строчки. Я только раз видал рукопашные, раз наяву и тысячи во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. Она это все нам рассказывала. Я видел этих женщин, которые вернулись с фронта, с кем-то я учился, с кем-то я дружил. Это героини, это люди, которые... У них же особые условия, у них же быть другое, у них все другое. И им приходилось мириться с этой солдатской и фронтовой жизнью. И они шли на все это во имя победы, во имя того, чтобы страна уцелела, удержалась, победила. Понимаете, поэтому я считаю, что правильно, что обращаются как можно больше сейчас к образу женщин. Я смотрел батальон. Это другая война, батальон, но потрясающий фильм. Какие там наши женщины, как они показаны. Актриса Тароновая главную роль исполнила. Замечательно совершенно. Понимаете, и вспомните о Зоре здесь тихий. Какие там девочки были, которые погибли. И как они воевали, как они не жалели себя. Поэтому чем больше мы будем говорить о женщинах, значит, мы тем больше говорим о матерях наших. Тем больше мы говорим о своих детях. Тем больше мы говорим о наших любимых женщинах. Потому что женщины озаряют этот мир, эту жизнь, озаряют своим светом, своей души, своей любви. Я преклоняюсь перед ними. И поэтому чем больше мы будем говорить о них, чем больше будем писать о них стихов, показывать в фильмах, ставить спектакли, тем лучше.